всем привет сегодня выбрался я на природу появилось свободное время и в отличие от прошлых раз я сегодня даже немножко поснимаю ничего такого особенного дела сегодня не буду сегодня просто отдыхаю никаких задач у меня по сути нет единственное что ну конечно хочется пожечь костерчик миска маленько взял чай попить ну так вот все как обычно просто провести время там часа два-три потратить но провести их тайге на природе более погода сегодня удивление шикарная сегодня не знаю сколько по градусам но тепло снег сверху подтаявший но за счет держит нас как бы не проваливается пятерок конечно немного поддувает но не так как раньше последние дни когда у нас были очень сильные ветра вот и сейчас в принципе достаточно комфортно передвигаться так а еще вся покрыта снегом как бы даже таких сильных намеков на весну нет следы зверей конечно присутствует вот буквально недавно видать зайчик пробегал причем не единожды либо он был не один вот он гонял здесь в принципе тогда живет следы есть дверь есть все нормально кстати какая глубина снега даже сейчас не знаю вот я иду спокойно еще ни разу не провалился пока нормально ну так вот по ощущениям где-то по поездам наверно нет конечно но явно наверно до пятой точки погробики тут еще лежат у нас так что сибири до весны еще далековато вот опять зайчишка зайка серенький пробегал угом угом зайчики бегают сейчас просто еще местечко где бы такое более-менее ровно здесь все-таки уклону где я иду гору поднимаясь чтобы просто развести костерчик посидеть по печи куда на глубина снега вот здесь не видно на камеру где-то наверное по пятую точку будет не глубоко но принципе и немало еще учитывая что сегодня наш апрель какой-то 5 6 апреля не помню смотреть не лень я уже отдыхаю кайфую так что пока вот так все решила становиться вот в этом месте место не особо такое симпатичное скажем так но она хотя бы более-менее как-то удобное плане посидеть отдохнуть то есть здесь дерево лежит расковырял 15 и вот здесь хотя бы можно будет посидеть нас очень плотный спинаешь там твердо твердо поэтому спокойно восхожу передвигаясь туда сходил сюда сходил нигде вообще не проваливаются то есть нас были дожди уже много-много раз были дожди даже ливень был была хорошая вот теперь но опять потом все видите снегом замело и в итоге получился такой твердый нас и до весны еще далеко но зато ходить вообще одно удовольствие ходишь как как будто по первому снегу ничего не не проваливаешься следочки видно но в общем все сейчас я располагаюсь буду который здесь костер тут есть вон всякие веточки палочки особо так ничего рубить не буду толстого а из всяких он валежина к палочке я тут думаю на костерок себе наберу так наложил уже вот бревнышек вот таких под костер нас не стал раскапывать потому что ну что-то сильно это заморочено он очень твердый время тратить на это неохота начнет проваливаться то мы будем думать что за ним делать он берез ты уже принес немножко но я думаю на растопку должно хватить тут вот маленькие всякие веточки там веточки побольше надо будет еще схожу тут принципе таких я так пруд пруде сейчас разжигаю костер и конечно умные люди сразу веток наламывают пучок ложит мне почему-то вот так интересно потихонечку откидывает какой-то процесс такой интересный да сразу пучок положил как-то уже не интересно положил и все а когда потихоньку мне так больше нравится сел сижу кайфую костерка даже забыть мне надо бы еще чай скипятить не только углей нажить вот сейчас только что повесил котелок он снег тает вижу кайфую красота вообще погода отлично смотрите солнышко он рюкзак висит вообще все классно так это равно маленький маленький ветерочек иногда поддувает в принципе вообще все классно снег растает еще подкину снежка закипит тем временем угли на горят и я как раз сделаю не знаю пока что сделать там у меня куриное филе может быть как-то шашлычок сделать или просто как-то на палочках его пожарить я посмотрю мясо достану посмотрю скорее всего просто шашлычок сделали и у меня еще картошка есть картошку закину фольги в общем вот так пока сижу кайфую отдыхаю так уж получилось что в этом году почему-то мало я выбирался в тайгу этот раз то я не знаю наверное третий нет четвертый наверное раз я всего выбрался за зиму и вот как-то не получилось в этом году побывать часто здесь и прям вот истасковался до этого три раза ходил ну как бы хоть тела какие-то у меня тут были то есть ну я особо не снимал здесь вообще ничего как-то не до этого было и погода была сами же знаете пока сидишь на работе погода шикарная как только получится взять выходной придешь тайгу и все начинается здесь то буран то метель мороз был один раз сильный где-то было нас 3032 было здесь то есть в общем было не до съемок ничего путевого я тут не снимал а вот в этот раз просто шикарно прям повезло так что сейчас маленечко хоть поснимаю ну и сам я сегодня реально просто отдыхаю потому что погодка шикарная самое то для таких выходов для прогулок походом это конечно не назовешь так по серенькому поводишь очка но тем не менее удовольствие получаешь колоссально часть закипел сейчас заварочки подцепим немножко ох поприлипала что-то рука влажная ничего я думаю нормально все будет все сейчас покипит чуть-чуть и можно будет снимать ну и костер здесь тоже прогорает начал проваливаться кое-где я думаю до шашлыков вполне будет достаточно вот картошка наверное будет проблема посмотрим сейчас может еще дровишек принесу еще сверху накидая да пойдет посмотрим котелок я убрал чай уже закипел заваривается стоит стужается и осталось мне мяско сделать он костер уже немножко переложил здесь принципе я думаю все должно получиться он немножко провалился в я туда еще дров подкинул с они маленько под прогорят и будет нормально я думаю все получится даже картошка как-то вот так так по мясу мясо сегодня у меня пять курятина почему-то не знаю и так удобно конечно иногда хочется и кто-нибудь там не на свининке говядины но с курятина все так удобно и быстро поэтому стараюсь вот именно в таких случаях брать ее то есть она у меня заранее вот если можно видеть с перчиком уже солью сейчас просто нарезаю такие приличные кусочки их наши ампуры и будет неплохой шашлычок я думаю особо тут никаких премудрости нет то есть не таких других приправ я не использую только соль перец иногда бывает еще с лучком в этот раз решил сделать без лука потому что как-то раз делал с луком и то ли лук какой-то попался вот в магазинный из супермаркета но запах был как бы луковый но какой-то неприятный аромат такой в общем решил я пока с луком не делать сделаю обычный то есть обычный стандартный рецепт искать курица почти в собственном соку то есть и соль перец ну и собственно все пока тут мясо готовлю одеваю на так сказать импровизированные шампурики думаю что-то я хотел сказать давно причем хотел сказать и вспомнил то есть хотел порекомендовать канал я обычно этого не делаю в основном рекомендую каналы своих друзей также кто походники рыбаки блогеры которых интересы которых хоть как-то совпадают с моими а тут вот вспомнил канал давно его поглядываю канал очень интересный это не реклама расценивайте как хотите я плату на платной основе так сказать каналы вообще не рекламирую то есть если кто-то захочет мне про это написать попросить даже не думайте платно никакой рекламы никаких каналов платная рекламировать не собираюсь а вот тот канал хочу именно порекомендовать по той причине что тематика схожая то есть это и рыбалка и походы и водные походы и самое главное там на канале очень классная съемка видно что то есть видно что ребята очень сильно заморачиваются по поводу съемки ну там реально там у съемки из квадрокоптера то есть и качество 4к и самое главное самое главное они в таких местах это все снимают и бывают то есть это тыва это хакаси это верховье енисея это монголия такие места в которых побывать ну либо просто невозможно потому что нужно ехать на достаточно продолжительное время либо ну элементарно просто дорого то есть забросится верховье не сеет это на вертолетах на водометах они поднимаются на лодках то есть но это достаточно проблематично и не каждый сможет себе это позволить а вот если посмотреть на их канале то есть при таком качестве съемки как они ведут в это реально реально круто снято канал называется руслан садкевич ссылку я естественно внизу в описании под видео оставлю сможете зайти посмотреть то есть это тоже где-то наш земляк сибиряк снимает вот и ну то есть такие виды сняты такие шикарные моменты что редко у кого это можно будет увидеть то есть я думаю вы не пожалеете кто любит природу я думаю вполне оцените работу этого человека то есть но реально красиво снято то есть например у меня так не получится элементарное оборудование не вытянет так снять ну и в таких местах оказаться тоже ближайшее время не получится поскольку это очень дорого ну и по времени тоже достаточно много то есть надо ехать на много дней так что вот такой канал рекомендую а у меня тем временем уже шашлычок как видите на палочке костер почти готов скоро я их начну шашлычки жарить и кстати хотел еще один канал порекомендовать но это попозже так картошку сегодня буду готовить вообще по простому просто разрезаю посыпаю солью немного немножко соли так вот ну как немножко я люблю побольше поэтому сыплю на свой вкус примерно как то вот так немножко соли немножко перца уже так слегка без фанатизма все большим это все складываем ну естественно все это будет заворачиваться фольгу вот такие космические яйца получились кстати дело идет в пасхи всех наступающей пасхой возможно видео будет как раз буквально буквально перед пасхой ну все костерок потихоньку горит шашлычок уже начинает жарится картошка этом не видно наверно в углях будет она уже там в глубине в углях лежит так что я думаю все будет в порядке у меня время еще где-то часик есть я думаю за часто уж я как-нибудь мясо приготовлю все пока идет по плану так кстати насчет канала который второй я хотел порекомендовать к просмотру тем кто кому нравится природа походы и вот вся походная тематика это канал называется игорь новиков ну соответственно его ведет игорь новиков это такой мужичок уже не молодой в годах и вот он ходит также в походы с ночевкой сам ночует с палаткой с печкой вот он печку там сделал самодельную собаку у него и вот ну реально не знаю там нет ничего такого знаете каких-то выпендрежек каких-то вот счета вообще то есть он все делает сам и все так как-то просто легко в общем мне вот его интересно смотреть там нет никакого экшена никакой развлекаловки то есть никакого экстрима грубо говоря да но смотреть очень интересно и приятно то есть вот он как-то своеобразно так рассказывает вот есть такие люди которых просто интересно смотреть неважно что он делает просто интересно смотреть вот даже у него разговор какой-то такой интересный вот он все к собачке своей там собачка и так далее хотя собачка там такая большая там типа лайки ну по моему не породистая хвост не крючком но не знаю не буду насчет собаки утверждать в общем ссылка на канал игоря новикова тоже будет внизу в описании под этим видео то есть очень интересный канал ну для меня то есть он спокойно вот я включаю и просто отдыхают и спокойно смотрю там все так размеренно спокойно музыка у него кстати музыка каких-то там я не знаю на 60-х годов что-то вот стиле вот этого джаза может быть даже там она не русская музыка да но она вот сразу вспоминаешь фильмы там операция и вот эти времена то есть 60 и 70 года операции приключения шурика то есть ну что-то вот из этого то есть ну очень интересно общем для меня это ну просто отдых то есть я включаю канал я смотрю я вообще никак не напрягаюсь он все делает так тихо спокойно он сделал печку вот я еще раз подчеркиваю печку сделал для палатки я уже два года эту печку делаю так и не могу доделать все стоит она недоделанном варианте все никак не могу сделать наполовину так сказать готовая вот может быть я когда-нибудь ее доделаю печку для палатки ну пока тоже не об этом речь чем ссылка на канал будет внизу в описании конечно под этим видео советую к просмотру есть еще кстати третий канал но третий канал он больше рыболовный поэтому наверное где-то потом в рыболовном каком-то видео когда буду где-то на рыбалке я порекомендую тоже третий канал и все эти рекомендации просто тех каналов которые я смотрю то есть ну времени у меня немного но бывает смотрю и вот именно те каналы которые ну почему-то легко и интересно смотреть то есть нет никакого напряга то есть нет вообще ты смотришь и получаешь удовольствие итак процесс идет шашлычки уже на подходе он картошка если можно видеть вот она тоже лежат они вообще в самом пекле картошки так что я думаю картошки тоже пропекутся и как раз моменту приготовления шашлычков они тоже будут готовы чай я уже допиваю он же меня стоит вот стоит просто здесь снегу уже остыл вот такой человек человек конечно самый обыкновенный но с учетом того что он на ковстре с дымком то он очень даже вкусный и вот такая у меня получилось воронка костер это этого следовало ожидать но было лень реально расколупывать это все в принципе все что мне нужно я все равно сделал вот так сижу отдыхаю кайфую а кто-то сейчас сидит на работе и смотрит это видео и думает как бы отсюда убежать с этой работы убежать куда-нибудь костерку я об этом тоже кстати говоря очень долго мечтал просто не некогда было даже выходя в тайгу некогда было все спокойно пожечь костер пожарить вот так вот миска чай картошечку то есть ну просто не было на это времени то есть забегал на части канатри его поделал убежал чай в термосе попил и дальше на лыжах ходил один раз даже на охотничьих удалось не выбраться но тоже без особого такого в общем пробовал снимать но ничего хорошего не получилось был сильный ветер ничего не слышно в общем попало сейчас так сижу хорошо спокойно время уже вечереет солнце садится и как бы сейчас вот надо будет уходить шашлык приготовиться надо будет уходить и честно даже не охота с удовольствием остался с ночевочку даже не знаю удастся мне в этом году выбраться это надо два дня минимум выходных то чтобы пойти с ночевочкой время кстати уже такое нормальное ночами ну минус 5 минус 10 минут минус 15 у нас не сильно уже холодно принципе до минус пяти минус десяти я могу ночевать то есть спальники позволяют принципе можно сходить но не знаю удастся ли мне выкроить пару дней поэтому загадывать пока не буду вообще хотелось бы хоть куда-нибудь на край водоема чтобы днем например порыбачить сходить потом пойти переночевать рыбку там приготовить может быть углу какую-нибудь но блин удастся ли нет сами знаете планов-то громаде а жизнь она все по-другому расставляет и так шашлычки уже снял может быть тут сейчас не очень как-то видно освещение какое-то сегодня странное вот но тем не менее таки готовы вот покажу поближе кто-то переживал что на таком костре ничего не получится да все получится ровно как и картошка застывает уже вроде более-менее и по весу сразу их чувствуешь к достаешь они прям легкие . картошка готова она становится легкой все сейчас все это дело распаковываю мне еще полчасика есть чтобы перекусить и отправляться на автобус помню кто-то мне говорил когда я делал топор ну топор сам-то по себе не важняцкий грубо говоря из того что было делал а вот когда насаживал я топор не писали что дескать зачем ты на эпоксидку все у тебя развалится ну и вот смотрите топору уже два наверное года с лишним и вот эпоксидка как была в одной паре так и есть ничего здесь не потрескалась ничего не развалилась есть вот небольшие сколы вот здесь по верхней части но за такой период это в принципе нормально сам топор сидит хотя его постоянно то и вот мочу видите вот снегу он весь то есть ничего с ним не происходит все нормально так что пока это из всех видов которые я пробовал это самый такой наилучший вариант ну и вот финишная прямая то есть шашлычки мои готовы картошку я уже распаковал как видите тоже вся пропеченная вся такая прям запашистая картошечка на костре немножко подгорели вот там местами но это придает особый вкус и аромат мясо тоже готово все неприятного аппетита ну а всем уже слюнки вам потекли ну а всем на сегодня пока до свидания до новых встреч конечно еще увидимся посмотрите пока я сидел вот только что буквально недавно кто-то пробежал вот такая стёжечка следов можно пошла 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 ну не знаю там на камеру видно нет должно быть видно такая вот стёжка следов и это будет по размеру смотрите это такое крупненькое какое-то животное пробежала я буквально костер то у меня был вот ну вот здесь вот метров блин у 15 наверное активы и кто-то за это время тык 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 пробежал похоже на ли туда то есть и так мог получается побежал там всю сторону до снег выворачивался да ну да ту сторону вот что-то прошмыгнул не побоялся костра вот так вот тайга живет ну на этом давайте наверно все таки прощаться поскольку я уже двинулся в сторону дома и уже с узачком вот иду так что все иду домой на этом на сегодня все всем удачи всем пока до новых встреч не знаю будет это уже по летней рыбалке или по зимней зимней рыбалкой тоже что-то в этом году нифига не везет много раз выезжали как относительно много снимал тоже несколько раз но всего одно видео более нормальное такое удалось то снять хорошо удачно выложить вот все остальные рыбалки были вообще ни о чем то рыба не клюет то погода никакая последняя рыбалка была ветер был такой силы что палатки ложат из палатки выходишь она все она лежит вровень прям со льдом ураганный ветер там половили немножко ну тоже ничего такого все обыкновенно все это уже на канале было то есть как сидишь ловишь окушков как бы уже наверно никому не интересно поэтому я такое даже не снимаю не выкладываю вот что-то интересно если будет то обязательно конечно покажу ну а на этом на сегодня действительно все до свидания до новых встреч